Ну что ж, друзья, всем привет! С вами Юрий Гагарин, и мы снова делаем лайв-видео из самоизоляции. И сегодня у меня на обзоре новый подопечный. Это кальян из Нижнего Новгорода, горький хука. Я не буду его разбирать, показывать, да, где-нибудь вот здесь. Давайте запущу видео, как я из коробки его достаю. И давайте начнем с самого главного. Коробка у компании максимально простая, максимально недорогая, естественно, потому что, как я понимаю, компания выбрала такую политику, что всю стоимость они вкладывают в сам продукт. И к цене мы, конечно же, еще вернемся. Давайте о кальяне. 100% нержавейка, то есть все окей, будет долго работать. Все соединения, продувные клапаны и так далее, все это у нас на вот таких вот орингах. То есть это уже давным-давно известная, понятная система. Да, в 2020 году мы, наверное, хотим магнитные, там, эти магнитные соединения, притирочки, еще что-нибудь. Но цена, в конце мы о ней поговорим, она, конечно же, объяснит, почему ребята выбирают такой вариант исполнения. Стандартная блюдца, погружная шахта, нет диффузора, тяга, средняя, может быть, чуть легче средняя. Для кого-то это там чуть тяжелее средняя, то есть усредненная тяга, давайте назовем это так. На основании гравировочка горьких ука, на блюдце есть такая гравировочка. В общем, все максимально просто и максимально понятно, за исключением накладки на саму шахту. Накладка сделана из софт-тач материала, то есть это тот материал, которым сейчас покрывают шланги. Выглядит прикольно, на ощупь очень приятно. И вот этот белый цвет, да, я думал, он будет пачкаться, но нет. Производители мне сказали, типа, Юра, делай с этим коленом все, что хочешь, просто уничтожай его. Им самим сейчас интересно понять, что же будет с этой софт-тач накладкой. Как они говорили, они замачивали его на сутки, там, подвергали всяким воздействиям, все окей, ничего не изменилось, с самой накладкой все смотрится как из упаковки. Из-за того, что колен небольшой формы, я взял его с собой на природу, мы ездили на дачу, и в первый день, как мы приехали, я достал его на улицу, собственно, там его максимально насиловали. В одну из ночей пошел дождь, он был весь грязный, здесь был песок, здесь была куча пепла. В общем, с ним что только не делали, после чего, спустя два дня, я просто его сполоснул, и кальян снова в идеальном состоянии. Весь кальян у меня был в рюкзаке, там же была колодка, щипчики, в общем, все там было, и ни одной царапинки. То есть, это нормальный, внешний, приятный вид. Я уверен, что при нормальном использовании данного кальяна, при нормальном его хранении и при нормальном мытье данного кальяна, с ним точно ничего не должно случиться. Соответственно, формы, да, приятные такие, узорчатые и так далее. Это все на любителя, это все субъектив, мне нравится. Субъективно мне нравится, прикольно. Материал классный. Кальян небольшой формы, поэтому я для себя выбираю его как походный вариант. То есть, я его теперь вообще реально везде с собой таскаю, беру на какие-то списки, беру на поездки на природу, на дачу, еще куда-то. Удобный, маленький, в рюкзак офигенно помещается, все складывается супер. Если взять еще поменьше колбу, да, потому что у меня была только такая, ну, я в нее и поставил, она просто идеально прям подходит по самому соединению. Если взять поменьше колбу, какую-нибудь каплю или маленькую хукатришную, например, то это будет максимально миниатюрный кальянчик. И брать с собой супер топ. Если мы говорим про работу в заведении, мы лично не используем такие кальяны, потому что у нас достаточно большие столы в заведениях. Но, если мы говорим про посадку на двух человек, где небольшой столик, то такой вариант для заведения может быть вполне вменяемым, потому что по внешнему виду он не уступает, ну, каким-то уже классическим понятным кальянам, которые все используют в заведениях. Что касается курения. Тяга средняя, продувка такой звездочкой в разные стороны. Кому-то это понравится, кому-то нет. Глобально от этого не зависит само качество кальяна. То есть, как по мне, это прикольно, это нормально. Внутри клапана продувки шарик, насколько я понял, из стекла. Может быть, это какой-то специальный материал. Но это не обычный пластик, который постоянно залипает. То есть, я ни разу не столкнулся за все это время с тем, что у меня залип клапан продувки. И это самое главное. Теперь мы переходим к вопросу цены. Цена за всю эту прелесть без колбы и шланга 5600 рублей. Соответственно, мы находим колбы, мы находим шланг. Вот нам цена кальяна в полном комплекте за 6500 рублей. Что по мне, максимально вменяемо в современной действительности в 2020 году. Да, я понимаю, что у парней нет такого огромного производства, как у многих брендов современных. Но даже учитывая это, ценник вполне вменяемый. Если они будут наращивать обороты, если они будут увеличивать производство, конечно же, по идее, цена должна еще снизиться. Плюс, помимо этого, у них очень много разных вариантов. У них есть просто кальян-палка. Там идет такая из нержи шахта с прикольной нарезкой. То есть, это не просто палка, а с какими-то такими дополнительными бонусами. И ценник у нее тоже очень вменяемый. То есть, можете все посмотреть. Давайте вот здесь я напишу инстаграм ребят. Вы просто перейдите, посмотрите. У них же можете и заказать. Соответственно, в описании это тоже все будет. У них есть накладки из дерева. У них есть более высокие версии, которые вот уже как раз таки можно использовать в заведении. Ну и, наверное, это будет логично. Если мы говорим про эту мини-версию, то, как по мне, это максимально прикольно. Это мой новый фаворит для поездок куда-либо. Ну и в целом, вообще, компания на рынке уже достаточно давно. Они из Нижнего Новгорода, как я говорил. Мы достаточно часто с ребятами общаемся. И что самое интересное, у владельца этой фирмы есть своих несколько заведений. То есть он прекрасно понимает, что нужно людям в работе, в самом заведении. Поэтому рекомендовать прям так, что бегите, покупайте в заведении, нет. Но для дома и для поезда куда-либо, как по мне, просто классный и хороший вариант. Особенно, если вам уже надоели какие-то стандартные истории. Или если, не дай бог, у вас до сих пор какой-нибудь там халял мамун или эмик. Вот на это стоит поменять в любом случае. 6500 – вменяемая цена. То есть мы попадаем в категорию кальянов 6500-8000 рублей. То есть это самый усредненный вообще ценовой сегмент в нашем рынке. И в этом ценовом сегменте кальян точно не потеряется. Да, мне не хватает магнитных коннекторов. Ну, магнитного клапана продувки, магнитного коннектора. Да, не хватает. Но я предполагаю, что если бы они так сделали, их ценник бы сразу вырос на тысячу. На полторы тысячи. А это уже немножко другая ценовая категория. Поэтому в данном формате все сделано минималистично, но при этом практично. Я уверен, что этот кальян прослужит очень долго. И, ну, как бы у ребят даже есть первая версия, которая до сих пор спокойно курится. С ними ничего не происходит. Потому что материалы подобраны действительно нормальные, действительно вменяемые. Вот такой вот мундштучок. Давайте я уберу. Вот такой вот мундштучок в комплекте. Ни ржа, ничего особенного. То есть все просто аккуратненько, приятно сделано. В общем, вердикт такой. 6500, мини-версия, брать с собой куда угодно идеально. Для дома отлично. Если вы любитель максимально легкой тяги, ну, наверное, это не для вас. Потому что диффузора в данном варианте нет. Если вас устраивает средняя, чуть легче средняя тяга, то этот кальян 100% вам подойдет. В общем-то, это был кальян Горький Хука, Юрий Гагарин и самоизоляции. Подписывайтесь на наш второй канал Family TV, где вы сейчас смотрите это видео. Или на мой инстаграм-аккаунт gagarin.pro, где также в IGTV это видео будет представлено. Дымных, классных, вкусных вам кальянов. Хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока. Воу, я чуть не забыл. У нас коробочка Зома же не просто так здесь лежит. Я думаю, многие обратили с самого начала выпуска. Здесь у нас вот такой вот пак от компании Зома. Это первые 10 вкусов, которые они высылают нам на пробу, на обзорчик. Соответственно, всего у них 40 вкусов. И я так предполагаю, постепенно они будут их высылать. Поэтому затравочка на будущее. Совсем скоро Зома в моем лайф-обзоре и самоизоляции. Вот теперь точно. Пока. Увидимся.